Заказ пошел и понеслась. Еще и ветер хороший такой. Бывает ветер и они не грудятся, потому что опасно выключать. Почему по всему Крыму к ней поставить? У нас столько ветра в Крыму. Хоть круглый год круги. Поставили чуть-чуть. Ну это же не на весь Крым. Ну это же все-таки не реки портить, не уголь, не газ. 23 июня. Второй день. Выходной. На Zed City идем в Круассан. Там у нас сейчас опять блогеры выступают. Посмотрим, что кто сейчас нам расскажет. Ну что-то рассказывают. А мы как обычно опаздываем. Пиздали. Привет. Привет. Андрюха рассказывает. Пиздали. А если она нашли в машине, то в 8-м году. Ну как бы мы не унываем, нам весело все время. Не понимаем ничего, как другие не делают. Пиздали. Пиздали. Весело. Пиздали. 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 Хочешь, знаешь, спалиться. Смучно. Ничего себе. Там, знаете, вот, ну, видел, да, следу медведей, и вот немножко взбодрило. А прям реально было спушно. На Байдарске дали вам, знаете, вот такой вот лосось у меня на них, фотография, такой огромный таймай. Потом самолет за нами там поздно прилетел, три дня ждали, огородили речку, ходил каждый утро, ловил такие лосось с кладом. Вот в этом... Делал свой форелик, лосось у меня хозяйка, штук тридцать, они плавали, взяли, отрезали голову, такой, сварили на констре, там, стоимость делки, скучно. То есть, нету целей. И вот, когда появится постоянно весело, вообще постоянно. Будешь и все время чем-то заняться, но все время отдыхаются. Ну, если, например, не отдельно, я не помню. Вообще, я не всегда есть, но постоянно очень весело. Не, я напомню, почему так не будет. Я смотрю, скучаю, там, ругаются, любители, у меня там власть, ну, просто так. Ну, я вам спрашиваю, вот мы такие лепатусы, нам много дешевле, ну, раз, что такое, видите, на соляк, у меня там машина экономная, то 10 литров, больше я списал, все-таки экономная машина. Вот. И, фрукты дешевле, в палате спать бесплатно, вода, не надо даже воздух купать там везде, вода хорошая, можно набирать, у нас есть приборы, определяется, поменьше, содержать на голове, ну, я ныряю, там, в армию, там, в армию, 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 в армию. Какие деньги? Алёна, ну, только на книжечке. Ну, в армию, в армию. все, 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 Да, это было в Америке. Там, действительно, ураганы начали пройти, пройти и толкнули. И самое интересное, не просто по земле, я, например, в небо уходить. Когда кто увидел, что стоп, они там в небо. Он, оказывается, оттуда опускается. Я думал, как-то, вот сюда туда. Ну, да, был хан. Ну, он небольшой такой, ураганчик. Ну, кстати, он несколько раз, когда катались, несколько раз, он все проходил, по машине, как было, он не сильный. Ну, такой, стрёмный. Ну, на Аляске было такое, скажем, не то, что сложно, нас просто оставили, те, кто мы военных. Там были американцы, вернее, не только русские, но уже прожили 10, не было развиваться. И, и уже стали американцами. Они готовились очень к этому путешествию долго, а мы туда попали с Антономом с нами, товарищи случайно. Там, его позвала сестра, которая жила с одним американцем, военная сестра, она там тоже, со мной в Америке. А я пошел просто с Антономом, потому что мы всегда путешествовали раньше с Антономом, и просто пошел с ним за мной, сделал визу. Вот. У меня была эта виза американская, мы будем все равно, тогда, ну, пора уже начинать в Америку, питать, и пусть отнесут в этой вести, и убивают, ну, это не человек, что-то он не может, и меня, когда берут с собой. Ну, интересно, полетели, конечно, тут визы есть. И, когда нас, вообще, это было, мы пролетели в Антонидж, это столица, Антонидж, ну, там, ну, такой там главный город, вообще, в Антонидже, у нас на джипе везли, да, Файлбэнкса, ну, вот, Файлбэнкс, такой небольшой город, довольно интересный, там, горячий источник, ну, вообще, оттуда вылетели на самолет, там нас сходили в два места, нас на арктипилы уже загибли, а ребят, на порт Юхова. И, потом, туда же прилетел маленький плагер, который нас, там, где-то, куда-то через город, не знаю, так. То есть, не было таких дорог, абсолютно. Нас, ну, прилетели, на континентальном уровне разделах, огромное озеро, из которого выходил приоритие, нас тоже Серега Недовил, океан, обугая, в Тихий, и, в общем, два океана. И так, и мы вот в сторону северного летали в океан, на Байдар, туда столкнули, и там, по-моему, на второй, или на третий день, ребята, которые были американцы, было трое, и девушка, и мы добиваемся по-моему. они как-то, ну, сначала мне нравились, наше поведение, но, ну, они долго очень, к этому, ну, как бы, готовились, и получили многие инструкции, и они делали все-таки инструкции, были огромные деньги. он, ну, да, конечно, и так, я думаю, дай мне посмотреть, что там, я посмотрел, у него, этот пистолет, звёный, это, чтобы вы понимали, это нога, ну, барабанная нога, и у него боец, звёный, а, ну, кто вообще понимает, в пистолете, там есть такая у него, на кобуре, типа, защелкну здесь, она бежит на байке, то есть, если это грудь, то вот, ну, то вот, грудь, ну, по байке не попадает. Угу. Я посмотрел, где он взлетел, и говорит, что, в больной ноги, нет, мне инструктор сказал, что вот, он должен вот в таком вот состоянии, здесь всегда, все грубые дверь, и я все-таки выключу, ну, заветел, что-то найдет. Не-не, я не знаю как, ну, мне стало вообще-вообще страшно, по-моему, я, ну, с ним поругался, по-моему, через два дня, он потом подошел, сказал, да, да, ты был прав, он у меня два раза выбыл из кобуры, и, я после этого решил, что да, есть, ну, это было действительно страшно, ну, немножко они вообще уже поменяли, они стали неразки, они реально стали американцами, они сказали, что надо, все бочки сложить в одном месте, костер надо в другом месте, а в третьем месте мы должны спать, что-то придет там медведь по западу, он должен пойти съесть еду, а, когда у нас было такие, как бы, в ангаре, медведь, и, ну, и, ну, и, ну, это все было, как бы, вот тут, тут и тут, тут и тут, и я говорю, я с вами здесь сюда придет, что вот, мы же там лежим, вот, там не пойдет, ну, и, в общем, мы лежали в костра, всегда с Антоном болтали, но они всегда говорили, вам надо отойти от костра, я говорю, да вы идите куда хотите, мы будем уезжать в костра, я думаю, наоборот, костер ему страшнее, ну, в общем, было недопонимание, и через три дня они сказали, давайте, вы пойдете отдельно, они говорят, давайте, вы пойдете отдельно, и мы пойдем отдельно, а, еще был такой, самый, был случай, когда, там была гора, она, она была, как бы, маленькая, и большая, но она, не гора, высокая, высокая, ну, потому что, это, река протекала, вот, в таком, как бы, ущелье, с двух сторон, вот, в горы, небольшой, и мы пошли, как бы, по дороге, сразу наверх, а они, чуть-чуть ушли у детей, и там такая была ложбина, а потом потихонечко раздваивалась, и Антон, как бы, сейчас ходит в горы, он говорит, ребята, вы, смотрите, вот, небольшой перепад, такой вот, между вот этими двумя вершинами, на самом деле, он кажется, только небольшим, то есть, вы, если зайдете по этой стороне, он потом придет вниз, спустится, и вверх подняться, это очень приятно долго, но они, естественно, себя знали, что вы червы, мы сами знаем, и мы пошли ходить сюда, была еще Антонина сестра, она почему-то пошла с нами, вот, а ее парень, и бывший ее парень, вернее, ее муж, и бывший ее муж, они пришли по другой берегу, и пришли, потом они к нам туда, на вершине, 10 часов через 5, мы уже отдохнули, и уже стали спускаться вниз, и под вечер, пришли, и упали там, ну, и не стали писать, и верночку по даму, и спустились. и вот, когда они спустились, они говорят, все, мы говорили, дадим, нам хоть один пристали, и он говорит, нет, дадим, не пришел, и вот так вот, было, как бы, решительно, когда видят следы медведей, там, когда-то мимо нас лось прошел, там просто мимо не пройдет, там, ему либо по горам надо было нас обходить, там, там, лис, ну, и мы просто и кабак мыли еще, мы им отдали из керосина, который они взяли с собой, по-моему, около 30 литров керосина, там, сгорелки, там такие, а мы говорили, здесь же котел, может, трава, что-то нет, нет, надо принуться, в общем, они потащили это все, мы все им грузили туда, не, ну а чего, они набирали, мы же им говорили, вообще когда раскладку делали, когда они набирали, там, друг другу, по 4 пучки риса, там, ну, потом еще 4 пачки гречки, в общем, короче, на каждого, говорили, вы не можете здесь одновременно, в общем, ну, были, в том числе, разногласия, вот такое было, довольно, скажем, стремновато, когда ночью ложишься, не в палаточке, а комары, там, после этого вообще, там, после этого, ну так, вы снимали у комаров, я всегда перед водой писал, если я к ним тогда относился, они неприятны, но на Аляске, чем ниже, вот, не представляете, какие там комары, мы, когда резали рыбу, рыбу было очень много, просто мы соли оставили у меня, у нас соли не было, она была во вторую запросу, мы шли на этой, на байдак, получалось 10 дней, и еще 10 дней, вот мы шли первые 10 дней, и во вторую запросу, агрегация, соли все сложили туда, то есть, нет, без соли, ну, нет, так вот, комары на Аляске, они, прям как маленькие птицы, такие, они, ну, ты накидываешь в костер, дров, сыры, все, вот, в дыму, ты сидишь, у этого костра, весь, ну, из дыма, появляется комар, вот, там, вот, даже сейчас, впивается, и спивает, ну, то есть, малейший, какой-то открытый кусочек, и просто сразу, двадцать кусочек, ну, это бы невероятно, конечно, московские были еще, что, ну, когда на байдарке гребешь, они через перчатку все это пропускают, ну, очень, 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 кумары, вот, 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 ты спрашивал про экстремальные, экстремальные, для меня были кумары, ну, ютуб-каналы, а я тогда, кстати, не снимал, я не снимал, у меня есть, так как, я еще думал когда-то, у меня есть какие-то сумки, такие вот просто, на телефон, думал, наверное, что-нибудь может нарезать, он из будущей жизни, ну, там, я не знаю, есть, ну, есть вот, где-то, когда они там продают, знаете, вот, поросят продают, они там, паленые собачки, там, тоже такие, ну, ну, экзочки много, и вар тоже, конечно, мы погоняли, тоже интересный, очень много, да, ну, у меня же цель-то другая, я же просто гонирую по жизни с детьми и путешествиями. А для кого ты снимаешь? Ну, вообще, снимаю, по-своему, для, она говорит, очень интересно наблюдать, когда дети, раз вот это действительно наблюдать, интересно, мы только жили пару лет в Египте, я на кайте катаюсь, и вообще в Египте, в Дахаре, там такое место, кто знает вообще про Дахар, такое сёстрское, кайтерское, это, ежи, там ежи ещё есть, и фридайвер, фридайвер, то есть там все собираются на зиму, и мы пару там зиму проводили, и дети совсем ещё были маленькие, он совсем ещё был крошечный, я ему ещё помню, кальян давал, курить ему ещё года не было, вот, и это сейчас очень смешно смотреть, конечно, вообще очень интересно, мы меняемся, и всё, и вот это вот такое, семейное, скажем, да, семейное, семейное, и он, тем более, находится в общем доступе, очень интересно, когда какие-то люди находят, знаете, такие люди на одной волне, находят такой вот отклик, спрашивают, хотят тоже там отдохнуть, хотят как-то влиться в какой-то коллектив, потому что, у меня много всех разных коллективов, комплектайтеры, сёрфтеры, фридайверы, я всем этим занимаюсь, понемножку, я не профессионал ни в чём, но, всё могу понемножку, вот, и бывает очень, вот, находятся вот эти, пересечения вот этих компаний, люди из одной в другую, через меня переливаются, потом, они куда-то зовут, потому что люди все спокойные на голову, все куда-то постоянно их тянет, и через них тоже приходит очень много интересных вот таких путешествий, много мест узнаю интересных, то есть, мне больше вот так вот компанирует, что вариться вот в таком бульоне, таких живут, немножко это, — беспокоить, Ну да, в основном на душе, но если бы платили деньги, я бы тоже был бы не против. Нет, ну деньги, конечно, какие-то есть, там 200-300 долларов там бывают, заплатят. Обращаются много с рекламой, я просто рекламу не беру, ни у кого, потому что я это делать не умею. С ними надо торговаться, что-то спросить. Вот это он. Блин, советую последовать своего примера. Ребята, давайте поможем ему. Живет в машине человек со всей семьей. В машине, живет в машине. Снимает для жены. Ну, ребят, нужно поддержать. Надо реквизиты банковские оставить. Я посмотрю, у вас всех они стоят. Скажи, вот, блогеры. Кто-нибудь по реквизитам что-нибудь перечисляет? Ничего не перечисляет? Ого! Я видел этому самому Петровскому вообще в прямом эфире на колеса дали. Он говорит, мне колеса нужны? Смотри, визиты. Пару-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Не сделано слово. По-моему, я и твой свой график выговаривал. А-а-а! Попросим? Просим? Просим. Всем привет! Я Макс, это Эрика. Мы вместе путешествуем и ведем блог. Но, нет, я тут купил. И, наверное, начинка. Что, вернули? Вернул бабки. Представляете, вот человек... Не хочет чужих денег, да? Представляете, вот душа. Вот такой, да. Всем привет, повторюсь. Вот так. Эрика, у меня отравлен блог. Вот надо донаты под видео оставлять. Тогда уже не вернешь. Я сейчас слышу много речи о том, что вот я не монтизирую свой блог, вот я вот сюда рекламу не размещаю. И услышала о том, что кто-то просто, ну, просто не умеет это делать. Моя специфика такова, что... Ага! Кто это? Скотч. Подписчик какой-то. Моя специфика такова, что я, наоборот, собираю блогеров, нахожу спонсоров и мы снимаем какой-то проект. Для меня это максимально вообще любимая сфера деятельности. Просто писать о путешествиях классно, конечно, безусловно, но если ты делаешь какой-то проект, где у тебя по итогу несколько миллионов просмотров на разных площадках, тобой довольные спонсоры тебе отвалили, ну, пару сотен тысяч рублей, это твоя прибыль, это, конечно, здорово. Ну, просто, ну, то есть я настолько наглая, что, допустим, я какой-нибудь компании отправляю предложение, я понимаю, что предложение хорошее, а они, допустим, не отвечают. Я тут заслоняю в люкар. Для Синей необходимо там сразу-тап-тап-тап-тап. И таким образом... Такая вот у нас сегодня опять теплая атмосфера. Теплый день, я бы даже сказала, очень теплый. Сегодня у нас в бассейне полно детишек и на пляже. На территории Дель-Сити очень много людей. Понравилось у нас в бассейне? Атмосферно. Мы рады. Спасибо каждому из вас, что приехали, открылись на наше приглашение. Что мы хотим сказать? Основная цель, почему мы вас пригласили, то, чтобы вы видели то, что мы развиваемся, то, что мы вдыхаем жизнь в это место. Мы не хотим воссоздать то, что здесь производило раньше. Мы хотим сделать это место мультиформатным, чтобы здесь вырос на этом месте целый город. Чтобы каждый, кто сюда приехал, нашел для себя зону для своего выражения. Будь то просто поплавать в море, заниматься спортом, творчески выразить себя как-то на нашей площадке. Просто провести время с друзьями. Поэтому мы хотим, чтобы вы рассказали своей аудитории о том, что в Дель-Сити классно и мы открываем наши двери для каждого из вас. Спасибо большое. Спасибо. И хотелось бы предоставить слово нашему боссу Алексею Николаевичу. Благодаря нему все, что здесь происходит, это он. Здравствуйте. 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 Я сильно громко говорить не буду, потому что спит ребенок. Спасибо большое, что приехали. Значит, я что хотел сказать. У нас несколько сырая идея с блогерами. Тут скрывать нечего. Мы хотим от вас получить какую-то обратную связь. Потому что, честно признаться, я вообще далек от этого всего блогерства и так далее. Вот. Но мы решили, что это сейчас модно, трендово и так далее. Вот. И попробуем собрать известных блогеров, чтобы получить от вас какую-то обратную связь. Может быть, вы про нас что-то расскажете. Может быть, кому-то понравится территория. Вот. И, возможно, какие-то появятся совместные бизнес-идеи. Там о какой-то, может быть, школе блогеров на территории. Ну, либо чему-то еще. Потому что, как я подслушал где-то у кого-то из блогеров, сейчас очень правильно. Это коллаборации различные. Да, да? То есть, ну, собственно, территория у нас тоже интересная. Это не просто где-то в полях снимать. Тут можно походить по территории. И, мне кажется, ну, дня на три контента хватит. То есть, про каждую локацию рассказывать. Вот. И, собственно, этот год у нас такой немножко, может быть, скомканный получился. Я не стесняюсь говорить, что, как бы, мы учимся. Вот. А кто был в этом году, надеюсь, от вас получить обратную связь. И на следующий год уже более правильно подготовиться. То есть, это за несколько месяцев там или сколько-то. Собрать ваших подписчиков сюда. И чтобы с вашими силами притянуть сюда максимальное количество народу интересного. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что значит на улице солнечно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня людей гораздо больше, чем вчера. И это еще не основной пляж. Основной пляж идет там за изгородью дальше. Страшно предположить, сколько там людей. АПЛОДИСМЕНТЫ Это территория Зит-Сити. Люди приезжают отдыхать, слушать музыку, заниматься спортом. Приезжают сюда йоги, блогеры. Просто люди, чтобы отдыхать. Это интересная территория. Идеальный песок. Как бархат под ногами. Такому песку хорошо с утра бегать. АПЛОДИСМЕНТЫ Боже, это нам на двоих, на двоих девушек. Остаюсь на двоих девушек. АПЛОДИСМЕНТЫ Как мы его тащить будем? А вот тут все с рулевой нормально? АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас будем кататься. как залазить на него в рекламу в воду кинул люди сами идут а когда они там стоят люди мало так сейчас посмотрим как не разучились крутить педали гребен так как где она управляется в сторону нам туда да не мы над ней не сядем давай туда поближе на эту же берегу не 500 рублей они видимо не сильно переживают сказка